вы не сможете осознать нашу силу господин по всю его мудрость безгранична вам никогда не победить господин кто барсук он свои яйца пою если ваш любимый доктор брекман не смог меня контролировать каковы твои шансы а я тебе не собираюсь контролировать доктор брекман тоже уже не собирается те контролировать он свои яйца повесил носу твой доктор проект умелый парсук далее конечно да какая разница надо тут все равно смотрят зараза вот это вот щелкать у меня скоро палец отвалится и так все ни хрена вся система регенерации много занимает место у него пустите патрулирует воздушное пространство каос у нас уже отрединился слушай ты не вздумай стрелять землю слышала меня пушка какая то как клизма выглядит такая вот концу сужается это нифига не красиво да и мы вынесли всю базу несмотря на то что у нас не было пво ну не всю но почти всю что значит очень много юнитов много юнитов они много раз стреляют хоть и не так сильно и их труднее убить нужно убить не одного за фокусе в него многих то есть в сетевой игре играют не эксперименталами эксперименталы это фигня если строят так строят здание экспериментальные например пушки опять же имея щиты против щитов нужны большие пушки я даже утал от пушка которую я строю она именно против щитов тебе никогда не победит меня делаете все по старинке не спеша и не уничтожить сам себя знаете ли хекс 5 находится на юге от местоположения флетчер я хочу посмотреть как развивается флетчер вы слышали старика кома нифига все он быстро что в техник связи конец связи командующий окажите любую возможную поддержку флетчеру конец связь противник начинает атаку с юга подождите секунду у него там несколько прототипов так что будьте готовы второго уровня сразу фабрика вы видели он может строить фабрику второго уровня видите два крана ты чё шутишь вот заскриптованный чувак и сейчас ее будет еще и грейдить до третьего я угадал если ты можешь построить фабрику второго уровня зачем тебе грейдить ее до третьего мог бы сразу третьего построить да вот крейдит ее до третьего причем вы заметьте экстрактор откуда то появился он его наверное сразу же построил ой меня там мочат да вот тут то хрена штурмовиков мы замедлим действие сие деяния и поможем своей пражкой также у меня здесь немного лагает что погоды ой как меняет и в принципе мне надоело грейдить титул помощников команды я боюсь что я об этом пожалею но я их больше не не знаю не знаю и так это полностью значит нам стоит ракетных комплексов построить здесь и зенитных просто комплексов и построить и построить торпедные аппараты на всякий случай о паукан но он уж тем более нам не царь посмотрите как умирают пауканы в замедленной в замедленной съемке замедленная она по моему собственному хотению по велению а не из-за того что у меня лагает у меня 20 фпс я просто в замедленном режиме не как вы видите он во первых сейчас он вот только сейчас включил свои лазеры прожигает одного странно мне казалось они сильнее должны быть но как вы можете видеть один паукан нам сильно не угрожает и тут уничтожили щас стегнут по 3 начиная производства боевых единиц передо мной кто просто команды такой же как я ну тогда пусть отчитывается я его заставлю полыть рай победитель ты получил чертежи штурмовика восстановитель он способен атаковать как наземные так и воздушные силы противника конец связи это штурмовик третьего уровня и нам его только сейчас дали вот это мне нравится в принципе вместо этих поставим на производство да вот тут неплохие вещи нехорошие точнее вещи летят к нам и поэтому мы построим еще зенитно-ракетный комплекс и еще зенитно-ракетные комплексы а также поставим второй генератор щита и будем помогать всем этому мерзопакостью да вот скорость очень мала была и том и паукана зафокусили довольно быстро здесь я ставил своих штурмовых ботов патрулировать к сожалению а восстанавливается потихонечку им похоже нужно всего лишь десять киллсов чтобы получить опыт и флетчер только начинает тут строить мы выбираем помогать эта пушка она стоит очень дорого как мы видим сто девяносто две тысячи материи против обычной девяносто одной тысячи объясню зачем почему такая ужасная цена и тридцать и одной тысячи у каоса у нее такая огромная цена потому что эта пушка она не имеет недостатка который имеют все пушки все пушки как известно они плохо действуют если противник под щитом в свою очередь эта пушка она хорошо действует если противник под щитом и именно поэтому такой прикол да и наконец то у нас опять нет материи да вообще ничего нет да ускоряем еще время в принципе то вот у нас тут сидят супостаты пошлем их сюда здесь все еще патрулируют наши наши эти и и бонефир но к сожалению наши экспериментальные штурмовые боты потребляют 25 энергий что их преимущество значительно сокращает да вот так меньше лагает 18 фпс выдает и мне не нравится что мне не нравится у флетчера вот так никто пушки не строит вы видите что он их строит рядом с другими пушками а их нужно строить во первых прикрывать их стенами а во вторых не строить их близко друг другу иначе вражеские сау их будут бить обоих в общем сразу две пушки будут да вот у нас здесь есть зенитки поэтому штурмовики нам не очень-то и страшные что у нас тут есть да это есть начинаю развивать экономику командующий конец связи м лучше будет пусть будет минус шестьдесят семь нет я как то передумал в такой жуткий минус уходить тем более что быстрее но все равно не строится да вот есть где прокачать ресурсный апгрейд также всех этих дармоедов сюда пошлем сила миллиона это на его совесть сейчас нам что то пязнул этот командующий хекс 5 ну пускай дальше пробует мне все равно если честно отправим реклеймить паукана это лучший способ заработать ресурсов вообще чтобы реклеймить экспериментал не жалко отправить даже небольшой эскорт вот я и отправлю небольшой эскорт эскорт сюда чтобы они защищали рабочего пока он реклеен эммм ты шутишь? ты шутишь? вот блин гляньте какую маленькую как он медленно реклеймит а то сразу же с реклеймом странно странно очень странно да вот здесь пытались к нам в тыл высадиться но мы отстояли свое и нет я пожалуй не буду строить там ничего пока что мы же не собираемся уже уничтожить нашего противника нужно чуть подождать и что тут зенитки остановились я не понимаю сейчас же эти все штурмовики отвратительные нас всех уничтожат и нам необходимо так как противник использует в большинстве своем воздушные войска увеличить процент самоходных зенитных орудий мы их настолько увеличим что сравняем с количеством арсадных штурмовых потов в производстве фабрики итак думаю стоит ускорить